С лозунгом «Пограничные сутки» с 20 до 20 ноябрьские парни в зеленых фуражках начали отмечать свой праздник еще накануне в 8 часов вечера. У нас дозор, начинается развод в 20.00, 27 числа. Мы получаем приказ на охрану государственной границы. Ну то есть получается, что у вас сутки не как у всех начинаются в 0 часов, а в 20? В 20.00. А сегодня, уже 28 числа, в полдень, по традиции, ноябрьские пограничники собрались на площади памяти. Они возложили цветы к монументу славы. А вот и на площади паленой юности они отправились уже вечером. В этом году, в связи с тем, что праздник выпал на рабочий день, торжественный митинг решено было провести в 18 часов. Кстати, днем после возложения пограничники разошлись не сразу. Они еще около получаса общались, вспомнили годы службы и высказали свое мнение по поводу того, что на границу с недавнего времени солдат-срочников больше не призывают. Туда едут контрактники. И заявили о том, что года службы для пограничников очень мало. Они местности изучат пока все, да. Учебка 6 месяцев. Потому что они должны все уметь, со всем оружием учиться, как обращаться. В пограмм войска всегда были серьезные войска. Там служили специалисты в первую очередь. И в пограмм войска был серьезный отбор, даже когда призывали срочников. И это обуславливается тем, что довольно-таки серьезная специфика службы, сложная аппаратура, техника, которую надо освоить. Я считаю, что специалисты, которые будут по контракту служить, все-таки они больше принесут пользы на границе. И с большей отдачей будут служить, чем срочники. Я хочу поздравить тех парней, которые сейчас служат на границе, контрактников, срочников. Поздравить их, чтобы они служили, независимо от того, что они госслужат. Чтобы они служили, как мы служили. Достойно. Разгласка! Ура! 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 Ура!